Значит, в 2024 году предстоит или уход Путина и назначение преемника, или ломка политической системы, ломка Конституции и провозглашение Путина фактически пожизненным президентом, или изменение России с президентской на парламентскую республику. Ну, короче говоря, 2024 год – это некоторая натянутая веревка, через которую власть должна или перепрыгнуть, или переползти, или еще что-то сделать. А Кириенко, естественно, знает азы политологии, их знают, собственно говоря, все. Первый шанс рухнуть у той власти, у которой есть внутри системная оппозиция. Если к моменту, когда надо перезагружать компьютер, в этом компьютере завелся вирус, то хрен вы его перезагрузите. Если к моменту перезагрузки власти в столичной, не в Норильской, и даже не в Петербургской, а в столичной думе будут оппозиционеры, то это точка легитимной опоры для любых демонстраций, для любых действий. Одно дело, когда разгоняют демонстрации абсолютно нелегитимные, которым просто не на кого опереться. Другое дело, когда во главе демонстрации идут депутаты, когда депутаты подают заявки, когда депутаты бузят. Короче говоря, легитимные депутаты, причем, еще раз повторяю, городской, московской городской думы, это некоторая точка сборки, это некоторая точка опоры для уличной и внесистемной оппозиции. Власть сейчас беременна, как слон, слон беременен сколько лет? Года три, кажется. Но вот российская власть беременна, и рожать ей что-то предстоит через четыре, через пять лет, в 1924 году. Соответственно, доктор Кириенко, как гинеколог, должен позаботиться о том, чтобы роженица был наиболее благоприятный режим существования, чтобы никто не мог ее толкнуть в этот момент в ее огромный живот. Поэтому должна быть максимально зачищена политическая поляна, никаких вариантов внутри властной, раскола элит, внутри властной оппозиции, внутри системной оппозиции. Никаких вариантов быть не может. Могут быть назначены клоуны, КПРФ, извините за выражение, ЛДПР, еще кто-то, это пожалуйста. Но никаких минимально непредсказуемых людей, ни в Государственной Думе, и это еще предстоит бодяга с выборами 2021 года, ни в Московской городской Думе быть не должно. Отсюда очевидное указание Кириенко о московской мэрии. Не пропускать. Как вы это будете делать? Это абсолютно ваши проблемы, администрации президента на это наплевать. Это ваши трудности. Ну, московское руководство попыталось сделать это, как умеют. Ну, хотели как лучше, получилось как всегда. Но, в общем, на самом деле получилось-то не как, именно как всегда. В том смысле, что они одержали полнейшую, стопроцентнейшую Викторию. Я имею в виду они, то есть администрация президента. То есть сейчас ей уже не наплевать? Кому? Администрация? Да, президента. Которая сказала, ну, мне нам плевать, как вы это сделаете, да? А вот сейчас-то уже, наверное, не наплевать. А нет, конечно. С того момента, как пошли столкновения, тут, я думаю, просто отключили от руководства слабую московскую мэрию. И руль на себя взяла непосредственно та же самая администрация, плюс Следственный комитет, плюс прокуратура. В общем, уже руководили на короткой дистанции, на коротком поводке. И, ну, еще раз повторяю, в ходе позиционных боев битвы за Москву, битва за Москву, значит, операция «Тайфун» одержана полная, блестящая, безоговорочная Виктория со стороны, значит, администрации, Следственного комитета и прочих организаций. Они, я думаю, сейчас винтят дырочки себе в пиджаках для получения заслуженных орденов. А каковы признаки победы? Уголовное дело, побоище на улицах, да, это вот эти как раз признаки? Конечно. Запуганы. Я думаю, что вывод, который словами на бумаге или словами устными, Кириенко может, ну, условный Кириенко, Кириенко этим занимается или еще кто-то, ну, в общем, условный руководитель. Внутри политического блока Кириенко, безусловный руководитель, но могут быть и другие люди. Знаете, у Победы много отцов, поражение сирота. Победа одержана. Какие несомненные признаки победы? Ну, первый признак очевиден. В Московской городской думе никаких смутьянов не будет, туда неизвестно зачем, то есть известно зачем запустили Митрохина, но Митрохин парень проверенный, он 20 лет сидел в городской думе, ничего, никаких неудобств никому не принес. Да ладно, какой 20 лет? Он в каком? В пятом году только, по-моему, попал в думу, и то на один созыв, по-моему. Ну, не важно, долго сидел. Не 20, а 5 лет сидел. В общем, короче говоря, в думе сидел. В Московской городской было дело, да. В Московской городской думе. Не, ну, по-моему, даже и в Госдуме было. Не, в Государственном долго сидел. В Московской городской думе он сидел, Банимович сидел, в общем, яблоки там были. Никто на этих яблоках не поскользнулся, никто ими не отравился. Яблоки проверенные, экологически чистые, власть может преспокойно их, значит, на обед в думскую столовую класть. Значит, смытьянов не будет. Достижение номер один. Факт, факт. Достижение номер два. Припадали урок. Запугали и припадали урок. Факт, факт. Достижение номер три. Это уже второй урок. Первый был в 2011 году. Два раза вас били, господа. Два раза вас били, и мы, власть, показали четко, ясно, не только вам, черт бы с вами, всему народу России, кто здесь хозяин. Вот вы кричите, значит, мы здесь власть, а мы не кричим, а показываем, кто здесь власть. Так было и так будет. Как вот царский министр внутренних дел Макаров после Ленского расстряла в 1912 году выступал в думе и сказал, так было и так будет. Так было и так будет. Вы вечные терпилы. И кроме как терпилами, вы никем никогда не будете. В столкновении кошки и мышки, силы и соломы, как ни странно, кошка блестяще победила мышку, а сила сломала солому. Ну и третье, значит, достижение, что, в общем-то, все это сделано малой кровью и могучим ударом. Уж как вы на эхе Москвы и в тому подобных местах выли, кричали, диктатура, террор, кровь, трупы, ни сегодня, нифига, никакой не надо, ни диктатуры. Вы, ребята, очень много о себе понимаете. Для борьбы с вами-то нужна диктатура? Для борьбы с вами-то нужен террор? Да бросьте, не смешите ни себя, ни нас. Не надо ни диктатуры, ни террор. Здесь запятую ставим буквально ненадолго, прервемся в программе особое мнение. Да, мне отлично, да, хорошо. И вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы Орби Групп, новый комплекс Орби Сити. Первая линия моря, горы, солнце. От трех миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт Орби.нет Эхо Москвы теперь на Мир Тесен. Новости Эхо в удобном формате на самой читаемой социальной медиа-платформе Рунета. Мир Тесен. Эхо Москвы рекомендует. Категория 12+. Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба Эхо Москвы. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Леонид Радзиховский, Ирина Воробьёва. Вы говорите про победу. Это означает, что и битва закончена. Я излагал «Особое мнение» Кириенко своими устами, поскольку он к вам в студию вряд ли в обозримом будущем придет. Хотелось бы, но как-то вот вопросов много. Не заслужили, ребята, каши мало ели. Вы отнюдь недостаточно испугали власть, чтобы она приходила к вам беседовать. Когда придут, мы будем понимать, что испугались. А с чего ещё они к вам приходили? Ладно. А больше они вообще никуда. Кроме как со страху, они вообще никуда не ходят. А страха у них нет. Значит, вот я думаю, что примерно так власть это дело воспринимает. Мышка, кошка в очередной раз, абсолютно не подавившись, абсолютно не поперхнувшись, съела эту самую мышку и спокойно пошла дальше. Это позиция власти. И захлебнулось это везде. И все эти прогнозы, что вот сейчас оно начнётся. нифига оно не начнётся, огонь мы сбили, а те отдельные крохотные искорки, которые где-то там ещё будут, ну пусть себе теплятся, даже хорошо, показывают свою слабость. Это позиция Кирилл. Теперь, значит, есть ли какая-то другая, другое особое мнение, особое мнение со стороны, так сказать, оппозиции. Я думаю, что оно может быть, я, естественно, не претендую, сам я никакого отношения ни к каким оппозициям близко не имел никогда. Поэтому я отнюдь не претендую на внутренний, так сказать. То есть никаких инсайдов у вас нет? Нет, абсолютно. Я думаю, что там никого инсайда в принципе нет, потому что никакой организованной оппозиции у нас, как широко известно, нет. Я был на всех этих митингах, на всех этих, значит, разрешённых, неразрешённых. О! Ну, конечно. Вы ходите на митинги? Конечно. Моя работа – наблюдать. Вот, значит, никакой там абсолютно не было, естественно, организации, всё это чепуха полная. Два слова могу сказать о своих личных наблюдениях, может, кому-то любопытно. Значит, я не знаю, что врали по телевизору, я телевизор не смотрю, нервы берегу. Но примерно могу себе представить, что они могли врать. Что это хипстеры, что это накипь. Вот в 1950-каком-то году газета «Правда» напечатала знаменитый фильетон под названием «Накипь». Стиляги, хипстеры, бездельники, студенты прохладной жизни, сынки. Вот они, накипь, которая шляется по улице Горького. В то время, когда рабочий класс куёт ракеты, студенты изучают марксизм, ленинизм. Матери рожают, дети пищат, а вот это накипь шляется. Присыщенные, бездельники, которым нечего делать, которые не знают, чем себя занять. Вот они шляются на эти митинги. Плюс, конечно, нанятые бомжи. Я должен сказать, что, наблюдая за людьми на этом митинге, особенно на разрешённом митинге, я могу ответственно сказать, что всё это ложь на 100%. Не на 99%, а на 100% абсолютная ложь. Я вижу, гуляя по центру, я знаю, как выглядят хипстеры, как выглядит золотая молодёжь, как выглядит тусовочная молодёжь, которая сидит в кафе на Никитской, ещё где-то. Ничего похожего на митинге, разрешённом. Ну вот на Сахарова, который был. На Сахарова. Близко ничего похожего не было. Это было то, что как раз называется работяги. То есть, поскольку у нас заводы не работают, то это не работяги, это тот самый ядро среднего класса. Это манагеры, это те самые научные работники, учителя, врачи, студенты, здоровый средний класс. Никакого отношения никакой золотой молодёжи не имеет. Среди тех, кто за большие деньги таскается на правительственные мероприятия, там действительно бывают по приколу дети начальства. Мало, конечно, один на тысячу, но, может быть, бывают. А тут я их просто в упор не видел. И это очень неприятный симптом, на самом деле, для власти. С одной стороны, значит, действительно, недовольных оппозиционеров по-прежнему ничтожно мало. 50 тысяч на Москву – это ноль. И если даже к этим 50 тысячам приплюсовать ещё 200-300 тысяч, которые им сочувствовали, но не пришли, это всё равно абсолютнейший ноль. Страшно далеки они от народа, страшно тесен их круг. Но насчёт далеки от народа – это неправда. Это продвинутая часть того самого народа, это часть того самого путинского электората. Именно путинского электората. Это те люди, чьи родители с полным энтузиазмом 5-6 лет назад голосовали за Путина. И это очень неприятный для Путина должен быть симптом. Начало размывания краёв его электората. Так же, как, между прочим, вот это позорнейшее за последние годы, я считаю, самое позорное дело нового величия, когда совершенно ни в чём не повинных девчонок втянули, даже не втянули, а просто пришили им элементарно, пришили некую якобы экстремистскую организацию. Так вот, это тоже путинский электорат. Это абсолютно бедные, русские, крымнашенские. Нет, не были, не состояли никакого отношения, ни к каким оппозициям близко не имели. И вот им наступили на хвост. Но в данном случае наступили на хвост просто случайно двум девчонкам, а вот эти 50 тысяч нормального, среднего, здорового класса – это ничтожная часть, но это часть путинского электората. Это не отнюдь не хипстеры от Ксюши Собчак. Вот модные штучки Ксюши Собчак не имеют к этим людям никакого отношения, вообще никакого. Ну, хорошо, значит, никаких лидеров у них, естественно, нет. Лидеры все сидят, вообще-то. Они не лидеры. Они сидят, но они не лидеры. Никакого отношения к лидерам они не имеют. Они не способны ничего организовать, они не способны никого поднять, они не способны ничего предложить, пока они не сидели. Я отдаю должное этим людям в том смысле, что они физически не трусы, что они не из Нью-Йорка и не из Вашингтона истерически визжат вперед на приступ, а они действительно тут, они действительно реально страны получили по рогам, они действительно имеют много неприятностей, поэтому физически они, несомненно, не трусы, но политически они, несомненно, нули. Отдельная история – это Навальный, его можно вынести за скобку, но все остальные, вот, не буду перечислять, чтобы никто не обиделся, кого-то назвал, кого-то не назвал. Короче говоря, все остальные так называемые лидеры протеста, они протест, но они абсолютно не лидеры. Лидеров у него нет. Это просто волна. И больше ничего. Это волна, которую поднимает только море. Прилив. Все. Никто за ним не стоит. И вот это второй неприятный симптом для Путина – наличие прилива. Если их кто-то организовал, то тут проблемы нет. Кто организовал, тот сядет. Тут никто не организовал, сажать некого. Это второй неприятный симптом. Это прилив. У Путина есть страшный, смертельный, абсолютно непобедимый враг, который не имеет никакого отношения ни к каким оппозиционерам, ни к каким Навальным, ни к каким Госдепам, ЦРУ и так далее. Этот враг называется время. Его посадить нельзя. Против дубинок, дубинки против него бессильны. И это время в двух смыслах. В широком и в узком. В широком смысле Россия последняя из европейских стран, ну не считая Беларусь, в которой сохранилась монархия, самодержавие. Да, гибридная, да, прикрытая, да, такое, да, сякое. Но это отставание от времени на сто лет. В Европе это кончилось сто лет назад. Последняя крупная европейская страна, где это кончилось, это Германия, 45-й год. Диктатура, монархия, неважно. Вот такая система, авторитарная система. А время беспощадное, его же повернуть нельзя. Поэтому, стратегически, глобально, тут даже спора нет. Воевать против времени, это даже не плевать против ветра, даже не биться головой об стенку. Это просто абсурд какой-то, как говорил Горбачев. Это абсурд какой-то. Наличие гибридной монархии, это абсурд какой-то. В этом смысле, тут не с кем бороться. Но есть и более конкретная проблема времени. Таймер включен, я об этом сказал в начале, 2024-й год. Этот таймер включен, и остановить его нельзя. Есть три варианта. Уйти с преемником, сломать Конституцию, отменить ограничения по срокам, и остаться президентом. Сломать Конституцию и перевести Россию из президентской в парламентскую. Все три варианта очень плохие. Первый более или менее реальный, два других смерти подобные. Почему они смерти подобные? Потому что та самая волна, которую никто не поднимает, которая поднимается сама, к 2024-му году будет значительно выше. Выше, не ниже? Значительно выше. Гораздо выше. И никакими дубинками вы ее сбить не сможете. Она будет выше по очевиднейшим причинам. Она будет выше потому, что уровень жизни людей, мягко говоря, не растет. И расти не будет. Вот в эти дни, наряду с шумными криками оппозиции о наступлении террора, диктатуры, убийствах, и бог знает чего, прошла очень тихая, очень маленькая информация. В Америке доходность каких-то там длинных или коротких государственных облигаций догнала доходность длинных, коротких, длинных, или длинных, коротких. Я в этом ничего не понимаю, но я читал, что это последний знак, что рецессия в Соединенных Штатах Америки становится неизбежной. Рецессия в Соединенных Штатах Америки означает мировую рецессию, означает падение цен на нефть, которая, кстати, имеет место в последнее время, означает сильнейшую рецессию в России. Это к вопросу об уровне жизни и об уровне потребления. Мы делаем снова небольшую паузу в программе «Особое мнение». Скоро вернемся. Я еще хотел о тактике оппозиции сказать несколько слов. Да, мы сейчас еще про позицию продолжаем наш эфир. Вот мы уже почти месяц, ну вот будет месяц, как живем от недели к неделе протесты, уличные какие-то выступления, при этом, опять же, все сидят и ничего не происходит, кроме того, что люди выходят на улицу. Нет, погодите, Ир, я не закончил с вашего разрешения про 2024 год. Про 2024 год, да. Вы сказали, что будет ли хуже. Будет хуже. Во-первых, будет хуже. Во-первых, будет хуже материально, потому что рецессия еще раз повторяю, у нас и так-то, значит, вот Росстат публикует данные, согласно которым рост ВВП России значит, за первые там полгода это что-то такое 0,5 процента. то есть, это ничего просто стоит на месте. Так, это он стоит. Если же будет действительно мировая рецессия, ну, просто цена на нефть упадет, то гиперзвуковые ракеты нам не помогут. Пять лет без роста, а роста не будет, потому что просто неоткуда его взять, дополнительно раздражают людей. Это раз. Второе, пять лет неподвижности. Пять лет неподвижности, пять лет застоя, это тоже раздражает людей. Третье, Путину просто нечего сказать, но это очевидно. Батискафы, хирурги, это все очень мило, но ну, просто нечего, вообще. Никаких проектов, кроме безумных национальных проектов, которые с места не двигаются, вообще не двигаются и не могут двигаться. Согласно, например, первому национальному проекту рост ВВП России должен быть выше мирового. Но вот мировой в прошлом году был 3 процента. Вот. Согласно второму, у нас должен быть устойчивый рост населения. Значит, у нас устойчиво сокращается население и так далее. То есть, это как программа КПСС. Она отдельная, жизнь отдельная. И никаких средств сшить это дело, это не согласно дубасить. Сшить это дело невозможно. Третье, люди хотят перемен. Лифты застряли. Конечно, люди и бизнесы создают, и продвигаются, и так далее, и так далее, но это очень трудно. А жизнь не может остановиться. Застой он тяжел, физически тяжел для общества, для людей. Ну и, наконец, четвертое, начальство не может, просто физически не может, без конца скрывать свое отношение к людям. А оно к ним относится, как к терпилам, быдлу, шариковым, лузерам, фрикам. Ну так начальство устроено. Начальство у нас теперь, это новое дворянство. Главная радость которого, это показать терпилам и фрикам, что они терпилы и фрики. Иначе быть начальником неинтересно. Этот разрыв, сколько ни ори на начальников, сколько ни говори, прекратите, ведите себя по-другому, это физически невозможно. Кошка есть кошка, а мышка есть мышка. Не встретиться им никогда. Таким образом, общественное настроение к 2024 году будет довольно паршивое. Оно бы и дальше могло мирно тянуться. По инерции оно могло бы тянуться и дальше мирно, потому что у Путина есть три аргумента. Аргумент первой – дубинки. Аргумент второй – да, все это плохо, но самое главное – это пиндосы. Если, значит, ослабнет власть, то пиндосы захватят и расчленят Россию. И аргумент третий, главный, собственно, единственно важный – кто, если не я? Кто, если не он? Никого нет. А кто, если не он? А вот кто, если не он? А кого назначат, тот и будет. По инерции тянуть это можно долго, но в 2024 году катастрофа заключается в том, что инерцию надо разорвать, надо что-то делать. Просто перевести часы и сказать, опять 23-й год, вот 31 декабря 23-го года, сказать, а теперь у нас 1 января 23-го года. Этот номер не пройдет. И с такими козырями делать игру нельзя. Поэтому опасность для власти, для Путина, и, соответственно, для монархии вообще, в 2024 году очень велика. Другое дело, что у Путина есть союзник, конечно. Этот союзник – пятая колонна, которая отнюдь не пятая колонна Госдепа, а, естественно, пятая колонна администрации президента. Я не к тому, что так называемые лидеры протеста, платные или бесплатные агенты ФСБ, агенты администрации. Есть там и агенты, есть там и не агенты, как в любой политической организации, разные есть. И я к тому, что их выпиющая, кричащая беспомощность, примерно такая же, как беспомощность правящей номенклатуры, она, конечно, делает все для того, чтобы тормозить ногами об асфальт. Но! И вот это, собственно, то основное, что я хотел бы сказать. А вот Ленин говорил, разбитые армии хорошо учатся. Судя по тому, что было в декабре 2012 года, и потому что мы видим сейчас, армия креативных людей совсем не учится. Вот креатив равен нулю. Когда они гуляют по бульварному кольцу, они гуляют по граблям. Ровно по тем же самым граблям, по которым они успешно гуляли, в 2012 году. Но интуитивно, непродуманно, интуитивно по факту оппозиционное движение набрело случайным методом тыка, набрело на безошибочную тактику, которую, если они отрефлексируют, найдут на конец лидеров и будут ее дальше продолжать, эта тактика действительно реально опасна для власти. А в чем заключается эта тактика? Ее прекрасно описал Высоцкий. Вот у него есть такое, значит, вот когда поминают Высоцкого, все вспоминают одну и ту же фразу. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Это не относится к данной истории. В данной истории настоящие буйные не нужны. К данной истории относятся совсем другие слова Высоцкого. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Вот он ударил раз-два-три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Если Вы мышки, то Вы можете драться с кошками. Это то, что нужно кошкам. Этим Вы оправдываете кошек, и кошки Вас уничтожат, растерзают с величайшим удовольствием. Но у мышек есть огромное преимущество перед кошками. Непротивление, которое морально разбивает кошек. Этих кошек не разобьешь. Эти кошки дрессированные, воспитанные и так далее. Ложь. Это ложь. С первого раза не разобьешь. Со второго не разобьешь. С десятого разобьешь. Массовость и упорство мышек в несиловом противостоянии кошкам показывает и кошкам, и что гораздо важнее широким народным массам, кто тут агрессор, а кто жертва. Кто прав, а кто не прав. На чьей стороне моральная сила, а на чьей стороне физическая сила и моральная слабость. Вот в чём фокус. То есть, чем более мирным и ненасильственным будет протест, тем он будет сильнее. Безусловно. Путин в своё время сказал пророческую фразу. После смерти Ганди и поговорить-то не с кем. Вот к тебе идут Ганди. Поговори. Вот эти Ганди, пятьдесят тысяч Ганди, ты звал меня? И я пришёл. Вот они, Ганди. Говори. Говори с ними, с Гандями. Понимаете, вот в этом не настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Настоящих Ганди мало, вот и нету вожаков. В ходе этой всей заварухи власть одержала полную, безоговорочную и стопроцентную победу. Задача оппозиции заключается в том, чтобы превратить эту победу в первую победу. Никаких других ходов у оппозиции нет. Для этого у неё есть два способа. Способ первый. Показать и объяснить, что власти, кроме дубинок, сказать людям уже просто нечего. Что власть не защищает ни закон, ни порядок. Она защищает только свои несправедливые воровские права. Больше она не защищает ничего. И защищает голой силой. Потому что аргументов нет. Это первое. И второе. Показать, что сила, полная моральная сила, полное моральное преимущество на их стороне. Понимаете, сила хороша против силы. Вот если с вами дерутся, то ваши удары точны. Так? Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. И я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не расслышал, он думал дыша, что жить хорошо и жизнь хороша. Попробуйте кулаками, дубинками, БТРами разбить море. Оно же мягкое. Разбить стенку можно? Можно. Разбить железку можно? Можно. Разбить машину? Можно. Разбить башку человеку, который с вами борется? Можно? Легко. Самое легкое. Попробуй разбей море. Попробуй разбей воздух. Вот в чем проблема. У вас, господа оппозиционеры, нет никаких сил для физической борьбы с властью. Нет и не будет. Баррикады вы не построите, рабочими скоростной пресней вы не будете, и даже желтыми жилетами вы не будете. Никогда. Вы не те люди, и не та цель. Кстати, насильственная борьба с властью это была борьба 19 века. Начало 20 века. Когда были действительно великие революционеры, и среди них величайший, гениальный революционер всех времен и народов Ульянов Ленин. Это была борьба против монархии. И вот в чем анекдот. Время силовой борьбы, лимит на силовую борьбу во всем мире кончился. В Европе, по крайней мере. И в России он кончился. В России не будет никогда силовой революции. Кончился лимит, исчерпался. Но в Европе одновременно исчерпался и лимит на силовую борьбу, и лимит на монархию. А в России лимит на силовую борьбу исчерпался, а монархия задержалась. У нас особый путь. Особый путь, и особое мнение. И вот в эту расщелину, когда силовая борьба уже вышла из моды, и монархия тоже вышла из моды, но монархия еще физически осталась, а силовой борьбы уже нет. Поэтому единственный вариант это пойти на поводу у Путина. Путин просил встречи с Ганди. Обеспечьте Владимиру Владимировичу встречу с Ганди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова